Привет, я Стив Кейли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна, мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. В вашей семье, будь то муж, жена, дети или братья и сестры, у кого из вас был серьезный разговор за последние пару недель? К чему я веду? Я полагаю, что мы остановились на том, что возраст поколения миллениум. И да, еще раз повторю, пожалуйста, не подходите ко мне, потом и не исправляйте, как правильно. Я возьму просто средние цифры, хорошо? Так вот, я думаю, что самому молодому его представителю сейчас около 15 лет, а старшему представителю поколения двухтысячных, если я правильно понимаю, сейчас около 35 лет. Итак, кому здесь от 15 до 35 лет? Могу я увидеть вашу руку? Посмотрите друг на друга. Подержите еще немного, поднимите высоко. Хорошо, опустите руки. Кто здесь старше 35? Можно теперь на вас взглянуть? Ого, вы на границе, после вас уже нет молодежи. Я не имею в виду наследников, я просто статистику озвучил. Я вообще не имею в виду, что ваш возраст уже отражается на Талии. Ну, в общем, вы поняли. Ничего личного. Я полагаю, а есть кому-то, кому меньше 15 лет? Мы любим вас тоже. Не знаю, как вы, но я вырос в семье, где мы ссорились, как кошка с собакой. Я имею в виду, мы ссорились всегда. Корень всему кроется в наших родителях. Они оба были алкоголиками. У меня много довольно ярких воспоминаний о той молодой жизни в Нью-Йорке. И, кстати, я буду сниматься в Нью-Йорке на этой неделе и с нетерпением жду этого. Так вот, я помню, вы знаете, моя мать оставила моего отца и уехала с пятью детьми. Мы остановились в отеле или мотеле рядом с трассой. Мне казалось это потрясающим. Я не знал, что они расстались. Я не знал, что мама уходила от папы. Я думал, что мы едем куда-то всей семьей вместе с отцом. И мы остановились в этом мотеле. На нем светился такой большой экран. Мне казалось это все таким увлекательным, когда мне не пришло в голову задать вопрос, а где, кстати, папа? Были ситуации, в которых были замешаны полиция, драки. Были времена, когда мой брат с сестрой... Вспомнил. Однажды моя сестра как-то странно играла с ножом. Она разговаривала с моим братом и была очень зла на него. И она как бы притворялась, что вот-вот бросит нож, но потом, сделав вид, что бросает его, она случайно выпустила нож, и он воткнулся в стену прямо возле головы моего брата. Кто-нибудь видел что-нибудь подобное? Я помню, однажды мы с сестрой играли в дартс, и я не был достаточно аккуратен, потому что случайно бросил дротик ей в ногу. Я не хотел, она просто поставила ногу туда, куда он летел. Я понял, что сильно влип, поэтому подбежал к ней, закрыл ей рот и взял с нее обещание, прежде чем вынуть дротик, что она не скажет маме и папе. Когда она заверила меня, что не расскажет родителям, тогда и только тогда я вытащил его. Так что если кто-то чувствует, что рос в неблагополучной семье, добро пожаловать в семью Келли. Всякое бывает. Я говорю о том, что мы можем ругаться друг с другом, но никто из нас не может выбрать себе братьев и сестер. Да, возможно, мы не были идеальной семьей, но я уверяю вас, что мы были крепкой семьей, и мы не путались в понятии семьи. Помню, как я в самый первый раз экспериментировал с некоторыми сильнодействующими наркотиками, это было что-то вроде ЛСД. На самом деле, кто-то подсыпал его в мой напиток, и я улетел. Это называется билет, никому не посоветую. Мой брат был так зол, он буквально готов был убить того, кто это сделал. Его арестовала полиция, он пытался прикрыть меня, и он уезжал с криками «Убегай, прячься!» «Я не хочу, чтобы тебя поймали». Потому что в те дни было довольно серьезно попасться за наркотики. И только представьте, мой брат взял удар на себя. Самое смешное, что он все время пытался обмануть полицейских. Когда они хотели отвезти его домой, он всегда давал им неправильный адрес. И так было три раза, он не думал, что офицер пойдет к двери и передаст ребенка человеку, который откроет дверь. И вот три раза они подходили к дверям, разные люди открывали дверь, и они спрашивали, «Это ваш сын?» Мой брат думал, что на третий раз они оставят его в покое, но они задержали его и позвонили родителям. Родители так сильно разозлились на него, но так и не сказали ему, что случилось со мной. Это было, вы должны понять, мы с братом ссорились, как кошка-собакой, но мы могли положиться друг на друга. Я говорю о том, что семья — это все, кстати, было до Христа. Это было не на прошлой неделе, если вдруг вы подумали. Все это было до того, как я стал христианином. Я думал о браке, о семье. Знаете, что я вам скажу? Это чудо. Мои родители все еще были женаты, когда я стал христианином. Если бы вы знали, что происходило в жизни моей семьи, насколько разбиты мы были, я думаю, что отчасти это было связано с тем, что у них было религиозное воспитание. Отчасти повлияла культура, в которой они росли. Но вот что я заметил. В Библии, в бытии, говорится, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Мужчина был сделан из грязи. Мужчина был сделан из грязи, а женщина была взята от мужчины. Значит, мужчины — это грязь. А женщины вышли из мужчин. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Заметьте, перед этим Библия говорит, что мужчина был один. Бог же был с ним там, когда Бог сказал, что человеку нехорошо быть одному. Был ли Бог там с ним, когда ему было нехорошо нам? Другими словами, Бог — это не все, что тебе нужно. Некоторые люди думают, Бог — все, что им нужно. Но Бог сказал, что человеку нехорошо быть одному. Ему нужно сделать партнера, соответствующего ему, помощника в его нуждах. Бог решил сотворить женщину, и Адам сказал, «Наконец-то!» Я представляю Адама, когда он смотрел на животных, которых Бог сотворил. Был слон, была слониха, был лев и была львица. И он смотрел и наблюдал, как все эти животные объединяются, и как они воспроизводят свое потомство. И Адам такой, «Ну что ж, у них все хорошо. Что насчет меня?» Наверное, вы не думали об этом. Это есть в Библии. И Адам говорит, «Наконец-то!» Вот кость от кости моей, плоть от плоти моей, та, с кем я могу общаться. Видите ли, друзья мои, Бог не все, что вам нужно. Бог был там, когда сказал, что человеку нехорошо быть одному. И если ты думаешь, что можешь прожить изолированную и самодостаточную жизнь, не имея ничего общего ни с кем вокруг, ты очень сильно заблуждаешься. И он говорит, «Плоть от плоти моей». Она будет называться жена, ибо взята от мужа. Теперь взгляните на следующий стих. Некоторым нужно это услышать. «Потому оставить человек отца своего и мать свою, мужчина должен оставить отца и мать. Так что, если ты не оставил маму и папу, и ты женат, ты не мужчина. «Потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут двое одноплоть». К чему я веду? Я говорил это много раз, и всегда буду говорить. Бог установил семью и сказал Бог «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Когда Бог сказал «Сотворим», это множественное число. «Давайте создадим человека, причем сделаем это по нашему образу и подобию. Мы наш». Вы слышите, да? Поэтому, если мы созданы по образу и подобию Божьему, и Бог есть Бог Отец, Бог Святой Дух и Бог Сын, другими словами, там была Троица, там была община, «Сотворим человека по образу нашему». Значит, человечество было сотворено, чтобы быть в сообществе. Вы понимаете? И Он говорит «Нехорошо быть человеку одному, несмотря на то, что сам Бог был с ним». Он создал Еву и учредил идею семьи. Нам нужна семья. Нам нужна церковь. Кто-нибудь может сказать «Аминь»? Адам и Ева – великий пример того, с чего все началось. И, конечно, мы знаем, что враг отделил Адама и Еву от Бога. Не так ли? И затем он взялся за Каина и Авеля. И Библия говорит, что Каин был подавлен. И был зол из-за того, что Бог принял приношение Авеля, а его нет. И мы видим соперничество уже в первой семье. Адам и Ева. Их дети – следующее поколение. И Каин убивает Авеля. И Бог предупреждал его, говоря, «У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Что принесло грех в этот мир? Его родители. Потому что враг отделил их от Бога. И это до сих пор величайшая стратегия дьявола. Разъединить семью и отделить ее от Бога. И у Бога есть принципы, по которым мы с вами должны жить. И самый первый принцип находится в книге «Бытие». «Мы сотворены жить в обществе». Но будут и ссоры. Вот чем мне нравится Библия, она не скрывает нашу человечность. Бог не скрывает наши падения. Бог называет все своими именами. Бог задает нам планку, но также Он готов показать нам свою любовь и прощение. Он оставляет нам свободу воли. У каждого из нас есть свобода воли и свобода выбора. Но ни у кого нет свободы последствий. Я тут сопоставил различную статистику современного мира, того, в котором мы с вами живем, потом статистику браков и разводов. И вот что она говорит, что по последним данным, на сегодняшний день, от 41 до 50% первых браков оканчиваются разводом в Соединенных Штатах. От 41 до 50% первых браков заканчиваются разводом. Говорят, что при втором браке шансы на развод увеличиваются до 67%. А при третьем браке вероятность развода возрастает до 73-74%. Я размышляю об этом, естественно. Это не очень хорошая статистика. Нетрудно догадаться, что такой высокий уровень разводов сохранился, потому что так мало семей берут на себя обязательство ставить свой брак на первое место. Если бы я был дьяволом и знал, что Бог установил и создал концепцию семьи, отца и матери, я бы сделал все возможное, чтобы уничтожить эту картину. Я действительно думаю, что сегодня у церкви есть настоящий пример того, как нужно любить на основании принципов Слова Божьего. Кто-нибудь скажет оминь на это? Я бы повторил слова Шерон из ее утреннего послания. Мне понравилось, что она сказала. Не обязательно одобрять все, что люди делают, чтобы любить их. Я придумал комментарии. Послушайте это для родителей. Родитель счастлив настолько, насколько счастлив его самый грустный ребенок. Не правда ли? Родитель счастлив настолько, насколько счастлив его самый грустный ребенок. Мы любим своих детей. Родители, это так, да? Я имею в виду, что моим детям сейчас 30, 28 и 25 лет. Соответственно. Вроде 25, не помню точно. Или почти 25. Нет, скоро будет 25. Ты думаешь, ну, пора бы уже запомнить. Но поймите, у меня ведь трое детей. Я скажу вам кое-что. Это правда. Когда ты думаешь о том, через что проходит твой ребенок, это давит на тебя. Неважно, маленькие они или уже взрослые, ты никогда не перестанешь быть их родителем. Так вот, я думаю, что я сказал бы, как родитель детям двухтысячных годов. Что я им скажу? И первое, что я хочу сказать, я сказал бы это своим детям. Во-первых, мы должны следовать Божьему образцу взаимоотношений, чтобы жить в благословении. Нам просто нужно следовать Божьему образцу. Жить в благословении. Надеюсь, вы поддержите меня громогласным. Аминь. Меня не интересует культурное наследие, тем более не интересует образец семьи, в которой я вырос. Если бы я следовал образцу мужчин в моем роду, боюсь, что мы все тут были бы под кайфом. Слышите меня, да? И поэтому меня не интересует, что нам навязывает культура. Ну, брак — это не обязательно. Можно жить ведь свободно. Я не следую этому примеру. Я следую Библии. Мужчина должен оставить своего отца и свою мать, прилепиться к жене и стать с ней одним целым. Вы заключаете завет быть вместе в богатстве и бедности, в горе и в радости, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас. Я собираюсь посвятить себя концепции брака. Я не хочу иметь плана Б в этом отношении. Это не значит, что браки не заканчиваются разводом. Я пастор, который помогал людям пережить развод. Но с точки зрения вступления в брак, не нужно входить туда, откуда я вижу выход, если что-то пойдет не так. Я просто подумал, что бы я хотел сказать своим детям. Номер один, послушайте, это написано во втором послании Коринфянам 6 главе 14 стихе. Это для неженатых людей. Если вы снова одни, или вы еще ожидаете своего супруга, послушайте этот стих. Не преклоняйтесь по чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой. Что бы я сказал каждому молодому человеку или каждому разведенному человеку? Не попадайтесь в ловушку, думая, что вы найдете неверующего супруга, и что потом он придет к вере во Христа. Библия ясно дает понять, не вставайте под одно ермо. Не сообразуйтесь намеренно с неверующим человеком. Это было много лет назад. Некоторые люди думали, что мы с Шерон были против свидания. Мы на самом деле думали, что встречаться неправильно. Как вы вообще узнаете, что из себя представляет ваш партнер, если вы не встречаетесь? Слышите? Ты никогда не узнаешь, если не будешь встречаться. Но моя позиция — встречайся правильно. И что касается нашей семьи, мы говорим своим детям. Слушай, пока ты в школе, не попадайся в эту ловушку чувств, что у тебя должен быть парень, или у тебя должна быть девушка. Просто будь социально активен, пусть у тебя будет много друзей, тусуйся в компаниях. Но в средней школе слишком много драмы, слишком много. Вы знаете, эстрогены, гормоны вообще зашкаливают. И слишком много давления со стороны сверстников. Что-то не так сказал? Как еще это назвать? Тестостерон тоже подойдет. Я правда? Происходят разные перемены. Гормональные, эти гонки, кто больше, кто раньше. И часто бывает, что тебе даже никто не нравится, но нужно с кем-то встречаться, как и все. И тут вдруг вы оказываетесь в отношениях, которые вам обоим не так уж и нужны. Под давлением окружения вы говорите, у меня кое-кто есть, потом это переходит в сравнение, затем это уходит в прошлое, а у вас не остается ничего, кроме разбитых сердец. Ну и так далее. Поэтому я говорю, так много драмы. Просто встречаетесь в компаниях, тусуетесь. Может быть, за пределами школы, да ладно, вы еще не готовы взять на себя обязательства и не нужно. Мой собственный сын, Джош, не жил по этому принципу. В прошлом году он попросил разрешения нарушить эту мудрость. Не правило, а мудрость. После трех месяцев отношений с этой бедной молодой леди, не потому что она сделала что-то не так, он сам виноват. И он сказал, папа, это слишком сложно, я не готов, я не хочу брать на себя все это. Это занимает так много времени, потому что у него, помимо этого, было еще много других интересов. Я просто не готов к отношениям. И я сказал, я знаю. И Шерон сказала, побереги девчонку. Аминь. Свидания в старших классах, в социальных группах. Они ведь имеют свои границы. Послушайте, я бы сказал своим детям, говоря к молодежи сегодня, имейте телесные границы. У нас нет много национальных частей тела, римских рук и русских пальцев. Имейте телесные границы. Есть места, куда ты не ходишь, есть то, чего ты не делаешь. Не разжигая огонь, который нельзя потом потушить. Это немного похоже на то, как я ездил на мотоцикле с Джошем в разное время в Калифорнии. Там был один участок дороги, примерно такой ширины. Вот отсюда, наверное. И вот до этой точки. С одной стороны был резкий обрыв высотой в тысячи футов, а с другой большая кирпичная стена. Кто из вас понимает, что если речь идет об обрыве в тысячу футов, я еду на мотоцикле возле него, мне нужно проехать примерно 40 или 50 ярдов над этим обрывом. Я не стану рассуждать, насколько близко я могу подойти к обрыву. Я буду стараться проехать как можно дальше от него. Я хочу ободрить вас. Когда речь идет о вашей жизни и обо всем, что Бог имеет для вас, всех его планах и всех обетований, которые Бог имеет для вас, не спрашивайте себя, как далеко мы можем зайти, не упав с обрыва. Вопрос в том, насколько далеко я смогу остаться от него и оставаться в безопасности при этом. Ты знаешь, это было похоже на... Ну, я вот помню, как один раз, это реальная история, в Африке, я был в Южной Африке, один охотник рассказал ее мне. Он сказал, был один забор по одну сторону забора, были львы, а по другую лошади. Лев сидел прямо у забора в ожидании, что лошадь подойдет к нему, а лошади каждый день подходили к забору и видели, что там львы, но лошади знали, что забор отделял их. Однажды лошадь просто подошла ближе, чем обычно, словно насмехалась над ольвом, а лев просто притворился спящим, и лошадь стала еще смелее, подошла еще ближе. Лев не колеблась ни секунды, лошадь и глаза моргнуть не успела, как он протянул свою лапу через забор, схватил ее, протащил ее через забор и съел ее. Я думаю, что именно так многие христиане играют с дьяволом, который ходит, как лев, ища кого поглотить. Как близко я могу приблизиться к греху, не согрешив при этом на самом деле. Я призываю вас, дорогие мои, не задавайтесь этим вопросом. Божье слово должно стать стандартом, по которому мы живем. Оно должно вдохновлять нас. Кто-нибудь скажите на это, аминь. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Библия говорит, что Он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же, если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, «Войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителе. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам, сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Это программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложите вам стать нашим партнером. Верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. И если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Служение это то, к чему меня призывает Бог. Я с детства в церкви. Я знал, что именно так и нужно жить. Я не знал, почему, но знал, что так надо. Помню, как однажды мой пастор пророчествовал мне, что в 16 лет я уже буду проповедовать. Тогда мне было 8, поэтому я просто забыл об этом. Позже мы приехали в Вирджиния-Бич, и в старших классах я стал посещать уроки по изучению Библии. Там я впервые проповедовал Евангелие. Я поднялся, чтобы призывать к покаянию и вспомнил, это же исполнение того пророчества. В то же самое время я готовился к поступлению в колледж на специальность архитектор. Я поступил в известный университет. Моя семья была очень рада, но потом возник конфликт, когда я понял, что все это не для меня. Я стал молиться об этом и спрашивал Бога, «Ты действительно хочешь, чтобы я поступил в библейский колледж?» Он ответил, «Да». «Тебе нужно твердое основание». Я постоянно боролся с мыслью, что же мне выбрать. Я решил поступить в лидерский колледж церкви «Волна» и еще ни разу не пожалел об этом. Мне нравятся отношения преподавателей тут. они действительно заинтересованы в том, чтобы помочь вам и узнать вас поближе, открыть все ваши дарования и таланты. Обучение в этом колледже стало прекрасным основанием для моего служения в роли пастора. Я уверен в себе и с радостью жду того, что Бог приготовил для меня в будущем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok